17 апреля 2024 год еще раз по поводу того чем все закончится вам для того чтобы ответить этот вопрос не надо обращаться как будто с этим вопросом кроме себя достаточно какого-то здравого смысла не надо быть пророком кассандры там авгуром раскладывать карты таро я сейчас приведу просто пример сейчас 24 год у меня записи 14 года цукцуванг на сайте он макс кост максим костенко то бишь я до . ком 10 июля 2014 год читаю то есть я же говорю никаким там прогнозистом себя не считаю это просто common sense да здравый смысл цукцуванг нет но что этому не датыкомку мне датыкомки путину прикажете делать время идет сказать что он не молод это ничего не сказать что он сказать что он не вот это фактически уменьшить его возраст лирическое отступление крым захопал вот на донбасс явно не складуха выходит 10 лет назад писал донбасский облом перечеркивает все крымские достижения в кавычках достижения чтобы не было облома надо восководить и так уже хрен отмоешься если еще и войска на донбасс вести затаиться и притвориться мертвым тоже не очень выход с одной стороны украинцы донбасс это за россиян и россиян освобождая с другой стороны российские шиза патриоты хотят донбасс аж до киева одним куском наступать нельзя отступать нельзя на месте топтаться нельзя цукцуванг цукцуванг это когда чтобы ты не делал чтобы ты не делал или делал или не делал это только усугубляет плачевое исположение путин цукцуванге чтобы путин не делал ситуация для него и россии будут только ухудшаться введет он войска на материку украину хрен его знает кто ему там путину векторы предают волшебными пинделями снабжают не знаю какой безмозглый советник подсказал ему крым аннексировать но после этого россии хоть так вот всяк хана так что можно было бы и ввести войска на донбасс все равно скоро пиндец ему так почему нет если бы лично я так облажался аннексировал крым я бы точно вел войска на донбасс и не только говорится сгорела хата горе и сарай или так помирать так с музыкой но какие там стратегические планы у путина на проплешине рисуют посмотрим что планы рисуют в общем не считая в путина состоятельной фигурой тут и тут и тут и тут и вот так тот нас мечом придет тот отмечай погибнет да сегодня кстати чернигово обстреляли вы представляете чернигово то город который основан в конце седьмого века то есть 600 там какой-то год нашей эры основания города никакой вонючей москвы никакого даже нового города еще не было а и сейчас вот это ну ладно 11 июля 14 год украина не забудет россии не аннексировано крыло ни крови на донбассе с кем бы не воевал россии свою следующую войну украинцы точно будут не участвовать либо в качестве добровольцев воюющих против россии либо в составе вооруженных сил украины украина точно будет на острее войны против россии кто бы и когда ее не развязал и украина будет участвовать в этой войне нет ли гадачки россия разозлила украина украинцы будут воевать агрессивно и яростно я уверен что последнюю точку в гибели россии рашизма поставят именно украинцев даже уже тогда этот термин был рашизм дальше рейтинг путина в россии 12 июля 2014 год Рейтинг Путина в Российской Федерации 85% Империя зла полюбила козла Кстати, сделайте себе развлечение В гугле спросите просто Я пробовал и текстом И голосом спрашивал Сколько лет пидорасу И посмотрите, что у вас выпадет Чья биография Работает 100% Российская Федерация Империя зла полюбила козла Впечатлил меня плакат с вот таким текстом Вова, хочешь помочь русским, застрелись Замечание по этому плакату только одно Застрелившись, Вова поможет не только русским Всему миру поможет Вова, застрелившись Довича Путин на встрече с представителями Религиозных организаций назвал Геббельса Талантливым человеком Я очень надеюсь, что признавая ему известные таланты Геббельсов Владимир Путин будет Решит перенять у рейс Министра Германии не только Пропагандистские методы, но и способ ухудаясь жизни Россия 17 июля 2014 год Я понял, почему Россия Так агрессивно и по-дурацки себя ведет Крым анексировала, Донбасс троллит, ко всему миру Разодирается, она бухая, серьезно Ну вот один в один так себя ведет Как синяк нажравшийся, кругом враги Они явно нарываются, и сейчас я им покажу В 99 случаях эста такая мизанцена Закачивается мордобоем Опять же в 99 случаях эста Больше всех отхватывает алкаш У алкаша наутро может быть Помимо раскрашенной физиономии еще и провал в памяти Россия себе такой роскоши, как амнезия Позволить не сможет Даже если захочет Морду бухой России набьют В этом нет никаких сомнений Но вот сколько мирных граждан успеет Алкаш потрепать, и как сильно Это вопрос Да уж Мне действительно интересно Что будет делать Россия после того, как просрет войну с Украиной То, что Россия просрет войну с Украиной Мне лично на 24 июля 2014 года Совершенно очевидно В сторону Может не быть и вскоре Ушли Гиркины, Стрелковы и Бородея И же с ними И на оцену выдвинулись за РКБ Срочники Григорьева Все ночь долбили Украину Что будет делать Россия Россия, русские После того, как просрут войну с Украиной 27 июля 2014 год Богу в уши Донбасс кричал ЛДНР, ДНР Докричался ДНР и ЛДНР материализовались За счет разрушения падения Донбасса Краткосрочное существование ДНР и ЛНР Оставляют на Донбассу надежду на восстановление После клинической смерти Может быть Россия кричит Новороссия И вполне может быть докричится Новороссия материализуется Только россиянам, видимо, не в томек Что вот эта самая Новороссия Материализуется на развалинах На остатках Нынешней России Я лично думаю, что так и будет Старая, нынешняя Россия Очень скоро исчезнет Она на ее месте появится Надеюсь, что новая Новая, которую, может быть Можно будет добавить Россия Такие пироги Еще раз говорю Это, блин, написано Мною 10 лет назад Я рабочий Я никакие Я сейчас мобилизованы Там в армию Да, то есть Я никакой там не пророк Ну, очевидно Совершенно Что все идет по сценарию Когда Россия кранты И, блин, ну, невозможно Одна бухая страна Не может выиграть войну Всего мира Цивилизованную Я не беру там Северную Корею, да И прочие Эфиопии Эритреи Все будет Украина Северную Корею